так что у нас сегодня если мало то нормалек до народу пираться никто не будет эльф перенто я думаю ты же не угораешь сам сам себе что нибудь на косячить хотя можно смело начать да ладно ты щенка сейчас прямо раз на заранее посмотрим вчера-то насыщено было потом сегодня еще на выступление ездили тридцать первую шоу на месте два максимки ядовитого семейства и мешать поездок машине просто ремесло было поэтому грампу здесь и где-то с ночной смены не дав поспать мы так давай сели меня ссорать и полагается варианты не видел никого из репети у нас там внизу не было никого не получается вот другой стороны типа того да хотя объявление почему-то висит мы его не читаем типа вход старта вчера несколько раз видел как ломились люди то есть наблюдают баба 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 такой взглядите а еще вчера не делали просто учить почистили все есть детства не было этого ремонтика и он такой раз смотрит забуровали я показываю объявление где 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 как рыба знаешь в аквариуме где а если себя не умеет контролировать ты можешь знаешь как поделать например горку впадинку попробовать поделать на стойках взять стойки уже упор чтобы грамму тебя например молодец молодец и смотри например взял поставил упор сделал например пошел горка раз ты ручками до держишься паренька опа как бы так может поинтереснее будет держаться значит по другому здесь кисть идет укрепление кисти как бы такой как арматуре на получается там здесь когда делаем там больно неудобно еще чуть один зато ты можешь больше наш игрок вперед заваливаться раз да и вот так досочки считай полтинник каждый головой бедра таких цифр как сотка никому бояться не надо скоро будут если доживем тысячи тысячу действий сделать это нам 15 минут не только там связано с джима все любые тысячи действий сделать одно действие в секунду получается 15 минут примерно поэтому 15 минут на тысячу действий на разминку покрутить головой наклончики все и такое было 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 ну для воспоминаний из детства как бы набор действий упражнений как бы игра такая тьма называлась то есть тьму тьмущую делаешь этих действий до офигения реально пока вот прям вот мозги не отключится и потом можно начинать хорошее добротное занятие пока голова забита чем-то другим не получается ну контролировать а вот от таких вот действий простых но как бы в то же время и тяжелых простых а там в том плане что на автомате может прям качать как поршни а тяжелых физически да лишь конечно тяжелые и прям притормаживается не не тупорылым человек становится а он притормаживается от суеты умственной а так наоборот это ну люди умнее становятся от гимнастики разумнее даже наверное то что теперь такое началось что я слушаю репетитора одновременно понимаю что он говорит и одновременно у меня еще в голове прокручивается действие дома то есть что я хотел сделать ну да мало нормально репетитору какой-то язык ли предмет просто хорошо молодец есть люди я не рассказывал нет нет рассказывал в общем одной рукой рисовать мог другой рукой наигрывать на рояле представляешь и вести беседу с несколькими людьми не запинаясь в разговоре то есть нормально себя чувствует там это зарисовки дел не одновременно зарисовки делают как бы по идее а ну там знаешь как это зарисовки видать это нотная нотная грамота вот это вот то есть он зарисовывает на игру и такой василий там иванович там или там ольга николаевна да да и общается представляешь ну хотя сейчас современный мир еще подвел газелифы сможешь ли как-то за рулем особенно сейчас чем больше на круче стало тырк-фырк-фырк оди а сдачи там взял все это 5 6 дел но все равно это может привести опять это как бы знаешь люди делают дела в таком вот русты можно на автомате как бы привычные пор измышлять о чем-то трепет не нету когда 3 марта надо себя доводить в состоянии стресса надо умеет делать когда реально обостренная ситуация стрессовая например жесткий измотан устал идет разговор тут тренер ну раньше так занять проводили в первом зале включал я стробоскоп внизу на зал было это мигает нашка штука создавали шумы разные например шум города еще и надо было уловить какой текст читает кто-то сидит на ведущий занять у нас был не тренер до ведущий каждый день нового ведущей например ты бы завтра был бы ведущим у нас и тебе надо было провести четкую занятие на протяжении там пяти-шести часов ну при условии что если заниматься и вот он ведущий читает информацию надо было понять еще делать действие еще иногда действие сопровождались физически упражнений сопровождались дракой то есть это начинает раз бах начинает что-нибудь и вот толпа прикинь 10-15 человек зал наверно в половину данная даже не в половину а вот так зеленый чисто пол вот первый зал внизу был и угроз высотой пониже там может метра два всего и это и вот прикинь начинает свара такая бамба не по не жестко там без без обид без ничего но вот контроль парни выходили но сначала конечно офигевали а потом это в принципе для мужчин тому женщины такое нельзя делать ну как бы очень серьезно переосмысление идет как бы резко становится дать женщине на такой быть а парнем надо его потом нашим какое-то время проходило там месяц 40 дней вообще все по-другому но опять это могло опять угаснуть это успокоиться как бы переставалось перестать заниматься а вот здесь и гимнастика хочу я прошу счет задом наперед не зря же прошу на счет задом наперед стихи читать то есть старайся какие-то делай делаешь например действие простое но тяжелое одновременно думать про уроки прошло какие-нибудь там движуху контролирует одновременно процесс что здесь происходит братан в учебе пригодится во взрослой жизни очень пригодится надо будет особенно если учебность военная учеба будет надо будет очень уметь активизировать себя там не будет представляешь по расписанию жить там это как бы войну на на казарме да получается там кто военное училище учится по расписанию это не прикол это не это не шутка это надо просыпаться и ложится в одно и то же время обед по расписанию шнурки завязать развязать по расписанию одеться все и научат в училищах военных так чтобы потом эти люди могли научить то есть офицерами становится отчим то есть у тебя сверх задачи не просто семью в будущем себя сейчас себя сделать командиром своей души и душа чтобы порядок тела держала только нас можно оставить совесть воля душа все продолжать молодец но русский язык переписи 3 тебе надо на отлично дождаться так все по соображаю все хорошо про сейчас отшлифовываешь да это все по остальным все хорошо молодец последний года ты учишься все владяныч братан надеемся верим особенно если нам получится дожить еще хотя бы сколько-то лет прожить что планета не рухнула не развязалась особенно вот мне радостно то что но очень многие ждут моего юбилея вот через если все хорошо получается можно будет через несколько лет попраздновать как полсотни я жизнь на земле кручусь и верчусь поэтому есть ради чего прожить ну конечно же ты там внизу стоял или сразу поднялся ну внизу ты не искал вход сразу все вход нашел до где находится сразу а не обратил внимание артем внизу кто-то из наших ребят был мог бы эти попросить спустить могут и спуститься рюкзак оставь спустись поищи внимательно там юрцов для помнишь у нас это ну хорошо время там а ты чего так разговариваешь а я думал как будто из нашли через зуб обкололи холодом и все спустись просто повнимательно посмотри внизу и это и все это хорошо что мало людей никто баловать не будет а вот вчера было много но сегодня можешь и виновные два максимки придут может быть он не как ты знаешь да что он все время действует ночью не спущу он никогда не спит он может потерять функциональность свою из-за разных травм и заболезней но он всегда действует это вот например так как ты в компьютерах разбираешься всяк такой штукенции электронный вот только изъяв компьютер из сети процессор перестает действовать даже когда он в сети находится он выключен компьютер процессором там процессором никогда не останавливается сам он заряжен с самого первого момента вот эти электронные движутки все идут потому что разгонка его опять процессора будет занимать энергоемкость такие вот вот эти вот аппаратуры так не знаю как они сейчас делают но был момент они делали что постоянно он был в действии это как есть волшебная лампочка такая ну как волшебная где-то в каком-то пожарном учреждении в америке или в англии лампа горит уже 120 лет она не выключается никогда она ни разу перегасе не меняли она просто горит и нету смены вот этого но напряжение получается если какой-то прибор постоянно в малом малом режиме его не выключает он действует постоянно потом его опять лук запускает потом опять снижает он может очень много действует очень долго действует конечно есть целые институты разрабатывать специально чтобы предмет работал не больше года какой-то то есть они просто кто-то создает найти разрабатывает такие собаки чтобы изнашивалась но вот я не знаю опять же как как часто были эти процессоры прикинь вот прям чтобы они людей атлон или как они там интел там или еще какие-то поэтому мозг всегда действует спинной мозг костный мозг он тоже как бы тело никогда по сути не отдыхает 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 часть нашего сознания отвечающего за восприятие вот в этом мире за рефлексы просто когда чего хорошо поспать дай как перезагрузиться хотя вздремнуть опа класс все хотя бы чуть-чуть бодренький а так бывает идет бессонница страдает вообще крандец то есть если там не знаю ну встретишь кого-нибудь жесткая вообще же постоянно все у меня по идее хроническое недосыпание не бессонница я вот если где оказаться мне привезти я прям сразу отрубаюсь я просто ну очень мало сплю пас по ходу на деятельности пьесы а есть кто нет никого да ну все давай заходи а если кто не могут высыпать не могут спать стресс переживание мысли вот эти молоточки пам 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 и начинают люди ворочаться думают а как бы что делать урока школы там то все 5 10 а а есть просто не знает из-за чего просто просто постоянная нервяк и тремор и такое бывает поэтому парня гимнастика реально в натуре спасает нервную систему здесь вы ее взвинчиваете такой контролируемый стресс делаем прям а потом идет как бы отпускание пава артем братан раздопадились интернетом а пожалуйста вы сегодня с ладиком оба постриженные пришли за пострижку шишку как фофан челбан ну ладно шучу я а как хотел но отращивай волосы нормально почему нет почему тебе сбрили виски все просто потом отрастет да иногда парикмахеры ну не совсем понимают что от не хотят но вы не обижайтесь я вообще на вашем месте бы ну ладно ты со службы тебя по-другому вот волос отращивать вы поймете другое восприятие чуть-чуть будет по-другому волосы фактически можно рассматривать на каком-то уровне таком энергетическом это как бы корневая система это корни нервной системы представляете наружу опыта проводили да и ну я на себе это знаю ну например проводить прям опыты военными разных стран и всякое всякое такое в общем исследование например от вроде бы как американских каких-то там во времена вьетнама или там что-то такое вроде бы до 60-е года набрали они армия американская вы его витами воевал как всегда принесла демокрацию короче валила людей там налево-направо сжигала напалму всех расстреливала сажала вешала там ну уже что творилось но вьетконговцы рыли ямы и ставили ловушки на американцев и не получалось ну как бы особо выиграть до маленькой страны бомбили и глушили а советский союз помогал вьетнаму то есть защищала как всегда русские защищают тех кого обижают а американцы в демократии несут ну как всегда одно и то же что сто лет назад то есть сейчас в общем позвали не индейцев американцы лучших следопытов разведчиков то есть в резервации жили коренной народ америки северной представляете колонисты приехали уничтожили травили одеялами отравленными оспой вирусом заражен не вирусом а зараженной оспой уничтожили их и теперь эти индейцы коренные жители америки живут где в тюрьмах в резервациях представляете огороженные такие плантации вот и все вот демократия демократии что они хотят час во всем мире но не суть разберемся в общем побрели индейцев амдийцев длинный волос там дух леса дух ветра они побрели индейцев отправляет их учебные лагеря а те нифига не ну не делаю тупик имбирь слышно там разведчик следопыты чё за прикол пионеры там лясин дрясем вы чё они где-то сами духи перестали разговаривать то есть они никогда не стригли с детства родились рождение трогали вообще ни разу ножницы не касаемо может это обряд там проводить еще чего-нибудь такой косичка заплести там альгер такая тема они берут следующим вроде бы как партию там призывников оставляет им волосы те свои сохраняет функционал то есть что как это значит например следопыт вот по грязи там по лесу пройти это одно ну незнакомый человек из города он не поймет даже если хоть там про топчется это значит проломится он пойдет и не заметно там веточки отогнутые там всякие такие приколючки мог прижат или прочее а это хороший уровень следопыт он в городе может определить представляете по следам по движению запах обострен это как бы это раскачать себе можно но это должно быть некий такой врожденное качество да вот психика на другом уровне действует и вот волосы помогают не не насиловать свое тело помогает сохранить связь с природой вот так скажем мы же как бы ну можно нас условно тело это это некая единица природная как и тело животного или тело дерево это некая единица который там составляет вот несколько единиц составляет семью там 7 единиц да там 7 меня семья там побольше получается целый народ а через такой термин и понятие как эту система и но сфера это осознанное поле земли то есть мы забываем и земля не зря родина мать земля матушка наживая это реально живой организм не не понимаем просто это это громадный живой организм а мы этого не понимаем все катаклизмы что происходит это вот кто мучает землю там начинает бросано харчка там или брошенной бумажки заканчивая бурением скважин там какие-то перекрывание бред там не знаю взрыв это это организм мучает представляете вырывает тысячами тонн из него недра вырывают кровь выкачивать нефть как кровь земли можно достать выкачивается постоянно она вроде бы исполняется люди во многом найти напоминают как в шахт ложь топчетов прикинь по человеку кусает пьет кровь до ночи и раздавить его в конце концов до его раздает и целая колония в шины там 7 миллиардов 9 миллиардов шей я так говорю потому что не не про всех не конечно не про всех не про хорошими про добрых тем более не про наших родных нет основная масса людей те кто вот сколько раз было до до драки доходило незнакомому людям пока если на сантового раз такая 2000 делаешь а чё не ну ты чё во-первых разговаривать там чаще обезья про родину ну а чё натуре шура как в чем не глотать обринус меня с чем-то клей ты без ты болеешь лечись слюноотделение нормальная стена она она привычна человеку то есть он не гони как вода то есть зачем году из себя люди напиваются выпиваются воду выливают а остена во многих опять всяких энергетических философских учениях там всякие цигуна оздоровление всякое такое да ну как бы гимнастика но по-другому она называется на как жемчужина жизнь это жидкость омывающие организм то есть все ему омывается и обратно проходит это то что вредно испражняется снизу а то что полезно как бы ну конечно при базарах нет не полезно но это человек здоров если сопли это не значит на сопли есть полезные загрязь из говорил со сверху это полезно нет надо просто быть здоровым и все а так были святые люди ну в этом всякие опять же описание их испражнение ели животные вставляете то есть все ненормально это это настолько чистые эти святые люди что их испражнение как там исправить то не знаю там ну как будто бы это это наверное грибочек вывалился какой полезный питательный вот животные прям в этом к вокруг и ходили прям питались а то что они могли от себя там часть отдать и отрастал не знает по фамилии на не могу сказать что за святые вот это отвечаю но знаешь такие были на самом деле всяких просвещенных и там очень очень сильно сильно раскачанных людей очень много просто раньше когда они проявляли себя была времена такая опять просвещенная европа вы знаете о том что в европе сжигали людей инквизиция называлась это церковный обряд который ловили там например молодую девчонку могли поймать которая лечила кого-нибудь ведьма все на костер за нее кто не заступился ага колдун на костер миллионы сжигали там в эту и вообще жить такая за сколько-то десятка или соте лет несколько миллионов женщин уничтожили поэтому в европе так они гонят им нравится гомосексуальные всякая движуха понимаете там именно они вообще страны извращенцы животных сжигали уничтожали кошек кошек сжигали из того что кошку считали в одних странах считали это но священным животным проводник там воли например какого-нибудь египетского бога или там фараона а это поймал какой-нибудь какой-нибудь это крестоносец кота шкуру снял и жёг и радостный битта там беса победил а в сказках александр сергеевича пушкина что балда сделал без щелбанов надавал до поймал чертенка на нем море в этот полетал на нем и и попу объяснил по жизни кто он и что он то есть на одной культуре можно с темной силой договориться с помощью добра а в другой культуре котенка бедного понимаете ли там тетю сжечь какой-нибудь за то что она людей лечил или котенок мурлыкал слишком неправильно как он мурлыкал подозрительно надо ему мурлыку надо его на костер поэтому парни переживайте странные времена конечно во всем мире и когда вам говорят что мужчиной быть это плохо и надо определиться в 18 видов половой принадлежности вы не верьте если бы русский народ так жил то сейчас бы не было бы вообще никого на земле вообще никого а русский я имею славянский да вот кто на русскоговорящий вот так и негров бы не было вообще никого не было бы потому что бы фашист или еще кто-нибудь просто бы тупо всех бы изничтожили были бы сами счастливые выходили гоняли злодеи поэтому когда вам говорят постыдно надо там еще или родину любви это все ерунда дедушки и бабушки и прадедушки и прабабабушки тысячи лет сражались чтобы сейчас могли гимнастикой заниматься опять они красивые человек сражались благодаря гимнастике тоже как природному составляющему все так как нас сегодня мало но мы в тельняшках да бодро не все тельняшках правда вернее все не в тельняшках но это такая присказка бодро заканчивайте разминку и свободном режиме элементы силовая часть для себя да по чесноку справитесь бабушки сажать было было круче сейчас такое скатушь мне дед рассказывал это уже это уже уже были времена великой отечественной войны представляете идет подъем в атаку бойцов соком ну а так это и закупы сказать и все теперь лавиной прям лавиной вот вперед на врага все потому что например мало патронов остается еще не выдержать а там кофигу танки пушки вообще без разницы представляете начинают дед рассказывает я только не помню про какую извой первая мировая 2 вот реально не помню про кого про себя это 30 лет прошло там 40 лет прошло прикинуть с этого с этих моментов вспоминаний говорит рассказывает чувствуется что как будто бы за нами стоят такие вот громадный как он был когда маленьким ребенок да вот там чем дед воспоминаниями как удели кто-нибудь дядя батя к мужчину доброго за тобой как бы стоит вот так вот это ощущение что рядом это силы будет мы встаем из и закоп вперед а уже все уже сил нет ничего ведь просто ощущение за нами такая силища и обернуться я знаю что там есть будет я знаю что они стоят и сметали прям в окоп и залетали касками камнями забивали с лопатками вот очень много таких клиенту они правдивые когда брали окопные лопатки пехотные и прям лопатами топорами долбились там в окопе че не развернешься патроны кончились когда в кино показывает что отстрелял пистолет у него кончился боезапас оружие выкидывает это ерунда это никакой не профессионал надо оставлять всегда им драться им драться по пистик кончился по фигу прикладом бам-бам-бам автоматом там штыком и вот и фашисты у ну те кто плохие да как бы а слова фашисты это что означает это сообщество в перевод это сообщество товарищество таким вашего как бы это фет ветка такая пучок пучок это были ветераны это это была организация ветеранов первой мировой войны вот они так появились вот всякие вот немцы там фашистская германия в общем это кто плохие то напали они убегали представляете то есть что там ну по идее что там советских русских не очень много бежит они представляешь не выдерживали есть но это же более потом крутом снимали кино всякие документальные про войну вот ветераны это живые фашисты оставались они рассказывали какие еще парни посмотрите вы офигеете очень много фильмов крутых документальных где рассказывать что как будто бы с ними посмотреть степь разговаривает ведь зачем сюда пришли то есть на русском языке они немцы они на русском языке с ними разговаривают вообще мы понимали прекрасно то есть они приехали сюда час радостью да что все произойдет как всегда как завоеватель так всегда происходит вернее во всех войнах происходит каждый из сторон надеется что они все быстро сделают но впираются все всегда потому что война это чтобы это очень неблагодарный очень плохое дело и помните одну важную вещь те кто стравливает неважно те кто стравливает президентов или те кто стравливает простых людей там сама неважно это значит они имеют цель просто но чуть-чуть свой порядок навести а скорее всего странными таким картинку дарил что скорее всего так на таком уровне громадном это все-таки стравливают те как типа банкиры кто реально печатают бабки потому что им надо что такое война это всегда будет оружие продаваться и стратится на оружие будет всегда медикаменты надо всегда тратить униформу и прочее ну и чё людей много даже и 9 миллиардов давайте поменьше сделаем точно сколько на 500 на миллиончик на миллиард может быть получится а сейчас глядишь какой-нибудь сумасбродный все-таки кого-нибудь уговорит какую-нибудь ненужную кнопку нажать такую кнопку там чемоданчик рубида чтобы выжгло все и потом мы откатываемся в какой век в дикий в каменный и а потом опять это там скажут вот мы раскопали пещера пещера на самом деле это старый там не за засыпанный свод какого-нибудь там помещу тоннеля железнодорожного вот я имею ввиду вот я имею ввиду что не просто он в работе он он не думает он просто не он не затухает не осталось всегда как всегда какой-то там мили может быть один мили там 0 1 процента какой-то процесс там идет может быть это самый токовый какая-то информация между собой не там этот чик чик обмениваются да когда от розетки все изъяты все да даже все равно но сто процентов я вот сейчас блин если я найду владиан эти скажу потому что реально это ну как бы обоснован доказано что про выключение вот этот сбой не выключил включил выключил это убивает тех и технику убивают и там как этой лампочки и дэнди шменди там и кинескоп садится да или там всякое прочее ничего там не кинескоп что есть но и держать тоже с такими ценами например дастся хотя парняка зналеком всегда работает уже много лет вообще он там выключает наш раз в неделю его постоянно работает компьютер ну здесь тоже он никакой не этот не майнер там нет просто что-то там по делам по всей ночью там утром все потому что так уезжает отрубает мечу действует нормально шустро летает ничего не перегрет не сломанный достаточно интересно но в этом в этом задача уже вас разобраться что происходит в мире и с какой целью это все они замутили артем ты раздал интернет я же когда спать ложусь я компьютер вырубаем на завершение работы потом утром от выключения включения и это если не выключать через или или ты имеешь ввиду что испортится может он есть и включать и выключать или если не выключать я проверь пожалуйста не раздается вот именно щелканье даме ну например не знаешь как штука сейчас очень серьезно разрабатывают вещи так чтобы они не больше года этого целый института я говорю целые институты целые целые как бы фабрики на это действует чтобы какую штучку берут деталь рассматриваю точно тетелька в тетельку а еще лучше поменьше вот гарантия на следующий день чтобы вот так они делают чтоб покупали не зря придумывают не зря до iphone чик 1 2 5 10 20 40 50 вот по сути крутая штука да ну чё там меняется одно и то же штанишки такие 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 по сути да все одно и то же артем аккуратнее пожалуйста что где делается чтобы рядом вам память никаких не было я не против не айфонов не что нишек нет конечно просто люди иногда так впаривают одни люди другим людям наживы отсутствие меры одним хочется нажиться другим хочется потому что многие зависимы от мнения общества как кто выглядит когда по юности и помочь это вообще очень трудно базаров нет когда я куда-то на мероприятие еду или на какой там какая-то встречи да мне надо подобающе выглядеть коляне 100 процентов но сверх изыски то есть только там было в свое время я золотишко носил часы там всякой движуха да на просто сколько раз меня грант на вернее нет не грабили попыток делали реально уже на несколько раз десятков просто пытались при сам пробивали там четверка можно ломали просто тупо ограбить я там я понял что но это притягивает внимание ненужное да ну правда сам шибут но еще влезал короче не надо было влезать туда куда я влезал ну не суть и в конце концов я отказался чисто из-за спокойствия родных себя самого ну и так попроще да ну когда чем проще тем лучше а иногда люди переживают родители появился 5 когда пошла тему только пошли парня они приходят и прикинь сын начинает прям реально вымогать прям говорит вымогает батя давай говорит надо там они начали по сотку продавать по сто тысяч только пошла тема до их не было вообще их не на сейчас они есть или нет ну и вернее в продажах доступны а их вообще не было их там за у перекупов сто сто двадцать и сфоткаться парни сфоткаться в коробкой люди 5000 рублей и выложить я в инстаграме отвечаю прикинь и сумасшедшие прям прям кто есть приезжает кто например это есть либо приставку либо консоль приводит они фоткаются типа там играют или коробка по коробку и так подержать джойстик сфотографии не знаю там черебаса не давать саратове всем было но сумасшедшие люди но не суть в ваших годах на задачу такое он говорит кредит обре серый это вообще гонила ну гридают про третье он говорит давай я у тебя 3 куплю я бы да нет и чем ребенок он поймешь это его дури чем врача не слишком по разница большого конечно я говорю как в автомобиле shiguli и у бомв разница ну да я так и третье и пятое сонка разница грандиознейшая для старичков для нас здравствуйте это не очень понятно для ребяти это и он говорит сын говорит все учиться не буду ничего не буду а сын там третий там 5 класс а он говорит это еще сколько на как машина стоит ты гонишь что кредит бери прикидь или кредит батя бери блять и все хобби да ты чё снова дали очень пофигу а говорит у меня там у другу алёшки есть я тоже хочу чтобы меня было вот так и вымогает нет а все получилось все все равно успокоилось все никто на через лет 10 15 мы понимаем что сейчас вообще никому ничего не надо владян надо душу светлую волю крепкую и разум чистый вот прям чтобы вот это надо и все это все и тело само будет крепко и здорово все как надо будет потому что без здрасьте парень что случилось а теперь давай покорик не и погром я не совсем по тут это записаться можно нет ты сам спросил сам ответил тут это можно записаться нет нормально ответил ты разуйтесь проходить посмотрите разуйтесь поздоровайтесь выходит и чоку секции выискиваете как видите записаться хотите это но это турники да она чает похоже дай представим что это не турники дай притащит качели вы разуетесь прям заходите сюда они теперь прямо разуйтесь обувь ставьте рядышком вот видите где у ребят стоит курточки вешайте пойдемте поздоровайтесь познакомиться и походите посмотрите сегодня вам повезло сегодня у нас два человека основная масса вчера офигела ну да вчера